Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы обсуждаем с вами ситуацию в российском бизнесе. Мы говорим о том, как чувствуют себя наши сограждане, те, кто рискнул в какой-то момент, набрался смелости, организовал собственный бизнес и, собственно, продолжает жить этой нелегкой жизнью, надо признаться. Сегодня тема программы «Российский рынок автоаренды». Мы поговорим о том, как выглядит сейчас этот самый сегмент рынка. Вообще, в принципе, есть ли он, рынок автоаренды, прокат автомобилей в какой-то иной интерпретации. Это может звучать. Я представляю свою сегодняшнюю гостью. Это Марина Бушуева, основательница и владелица транспортной компании «Скарлетт». Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Олег. Уважаемые слушатели, как всегда, я напомню, номер телефона в студии это 6510-996, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. И тот и другой способ вы можете использовать для того, чтобы позвонить, написать, задать вопросы, собственно, поделиться собственным наблюдением по поводу сегодняшней темы. Итак, мы начинаем разговор. Кстати, название, Марин, «Скарлетт». Это именно потому, что ты девочка, да? Основательница и владелица. Или здесь есть какой-то смысл скрытый? Я в 93-м году открывала компанию. Это самый популярный фильм. Тогда еще, да? «Унесенные ветром». Да, 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 да. Все это на слуху было. Кстати, если попытаться некую более глубокую аналогию провести, все-таки мы знаем, да, что героиня упомянутых нами произведений. Девушка достаточно волевая, я не говорю о том, что она прошла достаточно сложный жизненный путь. Есть ли логика в том, что, занимаясь бизнесом, ну, даже не беру сейчас конкретно, да, вот твой сегмент, что, занимаясь бизнесом, девушка, женщина, представительница прекрасного пола, извините уже за банальности, она должна обладать многими, так сказать, многими свойствами характера, присущими вот этой героине. Да. Жесткий, мужской, волевой, ну и так далее. Что-то меня сейчас потянуло на воспоминания, вот эта знаменитая фраза, которую достаточно часто цитируют, по поводу проблем, да, которые… Я подумаю об этом завтра. Да, да, да. Как часто, и вообще, есть ли такая возможность у тебя, да, как у бизнесвумен, позволить себе вот… Подумать завтра нет, если я не подумаю сегодня, то завтра будет позже. Уже не о чем думать просто будет, да. Видишь, здесь уже, очевидно, расхождение некий. Но я себя уговариваю, иногда вспоминаю эту фразу, уговариваю, ну все, уже хватит думать, спать, давай спать уже. Ну что ж, приходится признать, да, бизнес в нашей стране, вообще дело непростое, а уж если бизнесом занимается девочка, да, это, наверное, вдвойне, а то и втройне сложно. Ну да ладно, лирику в сторону, да. Ну, вернемся к реалии, мы говорим сегодня о том, как существует в России рынок автоаренды. Есть ли этот рынок, во-первых, всегда меня это интересует, тем более, если мы говорили о рынке, там, я не знаю, нефтепродуктов каких-нибудь, да, или продуктов питания, то этот вопрос был бы наверняка излишним. А вот рынок автоаренды, действительно, есть такая история? Потому что настолько это непопулярно, мне кажется, и не так часто встречается. Популярно часто встречается, но ни одного, ни 10 лет назад, ни 20, ни сейчас, ни одного полноценного маркетингового исследования по этому рынку не проводилось. И все попытки, даже когда-то там журнал «Деньги», по-моему, «Коммерсант» там звонили, пытались что-то сделать, я говорил, не сделаете. Почему? Рынок очень закрытый. Раз оценить его объем практически невозможно, очень большой поток черного нала. Потому что многие вот эти вот вещи, они неоценимы и на сегодняшний момент до сих пор. И, опять же, вот этот сегмент, когда водитель на своей машине работает в нескольких компаниях, то есть если в трех компаниях по 10 автомобилей, это не значит, что на рынке 30. Это может оказаться, что на рынке те же 10. Вот это посчитать невозможно. А это нормально вообще для рынка автоаренды, если один водитель работает в нескольких компаниях? Это нормально? А по-другому у водителей, они вот таким образом работают, и объяснить им какие-то иные, с одной стороны, невозможно, не юридически, не практически, а с другой стороны, он таким образом целиком забивает себе рабочий день, его тоже можно понять. Да, от одной компании один заказ взял, от другой два, от третий три, все у него забит. Даже с автомобилями VIP-класса есть водители, которые покупают этот автомобиль, и вот он собирает свадебные заказы с разных компаний. То есть для него есть в этом смысл, собственно. Ну, понятно. Хорошо, тогда давай начнем с того, что я тебя попрошу рассказать вообще, что такое рынок автоаренды. За эфиром, когда мы с тобой общались, я вот представил себе свой взгляд, взгляд обывателя. На мой взгляд, что такое автоаренда? Автоаренда, это я как вот за границей, предположим, да, я приезжаю, мне надо покататься, я беру машину на прокат, на каких-то условиях какое-то время, и вот это и есть автоаренда. Так это нет? У нас подразделяется, возьмем легковые, микроавтобусы, автобусы, дальше уже в дебри грузовые лезть не будем. Значит, здесь есть несколько вариантов бизнеса с автомобилем, фактически. Это прокат без водителя, это аренда автомобиля с водителем, длительная по контракту, там, на целый рабочий день, на полрабочих дней, это такси. Это тоже аренда автомобиля? Тоже аренда автомобиля, туда же и по кодам, и по законодательству, все туда же. Дальше аренда сюда же автомобилей, да, автобусы, микроавтобусы, те же с водителем в почасовую аренду. Отдельно как-то особнячком стоят лимузины, так называемый, в принципе, во всем мире лимузин-сервис. А почему, кстати, особнячком они стоят? По сути, то же самое, я снимаю на какое-то время лимузин. Ну, он лимузин... Ну, вот это такой узкий сегмент, как правило, кто занимается лимузинами, они больше не занимаются ничем, только лимузинами, плюс уже по желанию расширяют это некими продажей цветов, фотограф, свадебные платья. А почему, кстати, потому что у них времени на это не хватает, или просто все остальное уже становится... Это бизнес другой. А, другой бизнес. Это, в принципе, другое направление, другая реклама, другие автомобили. То есть, условно говоря, лимузин, он нужен только в определенные моменты, да, на него спрос в определенные моменты. Свадьба, торжества, все. Там все немножечко по-другому. Так, хорошо, ладно, мы выделили его отдельно. Дальше. Что еще такое рынок автоаренды? Все. Все? Да, вот примитивно, да, с водителем без водителя. Опять же, с водителем без водителя два варианта. Точнее, без водителя, ну, все, понятно, собственность автомобиль, собственность компании сдает в прокат. Частники практически так не делают. С водителем это может быть собственность компании автомобиль, и это может быть привлеченный тот же частник со своим автомобилем. И тогда это называется, в общем-то, диспетчерская служба, которая обеспечивает их заказами и получает некий процент. Ну, в этом случае, опять мы говорим, эта услуга несколько пересекается с услугой такси. Да, так или иначе, это все вот эти вот такси, вся эта аренда, опять же, так вот под одно и не подвели, да, что такое такси в понятии сейчас законодательства. Такси – это счетчик с шашечки. Да. Аренда автомобиля с водителем. Он может ездить по тому же маршруту, что и такси, шашечек нету, и есть постоянный договор с клиентом у компании, которая это представляет. Все. То есть, собственно, вопрос шашечки. То есть, некий иной счетчик, да, иной счетчик. Счетчик-то есть формально, но как бы… И, как правило, по-другому расчет немножечко ведется. У такси это там первые 20 минут, первые 30 минут, дальше поминутное. Ну, понятно. При аренде это почасовая ставка. Кстати, вот когда мы говорим об аренде автомобиля без водителя, ведь, я так понимаю, этот автомобиль может быть не только легковым, да? Практически нет грузовых. Очень мало. Очень мало. Не сдают. То есть, в этом случае можно говорить, да, что аренда без водителя, это, как правило, вот… Это, как правило, легковые. Редко микроавтобусы. Опять же, есть совсем вот дома на колесах, как тоже такой вот маленький сегментик. Да, они их сдают в аренду. А, кстати, для чего их, как правило, сдают в аренду? Для того, чтобы поехать путешествовать или кто-то может… Путешествовать. Путешествовать, потому что, если кто-то планирует себе там офис на колесах сделать, он, конечно, его купит. То есть, так будет просто рентабельнее, да? Рентабельнее, конечно. Ну, офис на колесах – это твой, оснащенный так, как тебе нужно. Там спутники, интернет, телевидение и прочее. То есть, в этом случае можно сказать, что вот в качестве аренды, да, подобные вещи для офисов не особенно востребованы. Они будут очень дорогостоящие. Просто нерентабельно вот этот вот офис на колесах, да, или вот этот вот дом на колесах взять под офис в аренду нерентабельно. Смотри, ты сразу… Мы начали с того, что ты сказал, что сложно провести, да, полноценное маркетинговое исследование по ряду причин. Вот, по тому, что рынок не очень прозрачен и так далее и тому подобное. И, тем не менее, вот если с твоей точки зрения, по крайней мере, у тебя опыт большой. Какой из перечисленных нами сегментов наиболее востребован в России сейчас? Ну, какую машину… Такси. Такси все-таки. Это машина с водителем, соответственно. Да, да. И смысл этой аренды – это разовое перемещение куда-то или человек снимает… Как правило, есть две категории компаний, и те, и другие загружены полностью. Либо они работают на сегмент частных лиц, и это вот эти постоянные с улицы заказы через программы и так далее. Либо на корпоративных клиентов. Корпоративные клиенты – это контракт на постоянные… Марина, извините, я тебя перебью, сейчас мы новости послушаем, потом продолжим. Продолжаем наш сегодняшний эфир. На Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – российский рынок автоаренды. В студии Марина Бушуева, основательница и владелица транспортной компании «Скарлетт». Я напомню, телефон студии, уважаемые слушатели, 6510-99,6, код Москвы 495, и также сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, задавайте вопросы. Мне кажется, тема достаточно интересная, хотя, может быть, и не слишком популярная. Вернемся к тому, что невозможность провести полноценный анализ рынка, да, связан с причинами, о которых мы уже говорили, и в то же время. Все-таки, одно из таких исследований, которые я попытался обнаружить в интернете, вот там фраза мне запомнилась, я ее прочту даже. Значит, там пишут о том, что рынок аренды автомобилей в России слабо структурирован и имеет весьма хаотичный характер. И причин этому несколько. Ну, во-первых, это не так прижилось еще в среде, так сказать, быта россиянина, да, и, наверное, аренда автомобилей, в отличие, может быть, я хотел бы у тебя как раз об этом спросить, в отличие от какого-нибудь американца или европейца, аренда автомобиля для россиян, это случай там, из ряда вон выходящий. И для этого есть какие-то причины для того, чтобы я взял автомобиль в аренду. Сильно отличается вот эта мотивация у нашего гражданина от американца или гражданина другой страны. Если бы мы сейчас вот эту самую фразу говорили лет 15 назад, я бы с вами согласилась. Серьезно? Абсолютно. Ну, ты знаешь, я и посмотрел, за какой год, собственно, это исследование не исключено. Ну, нет, конечно, это была достаточно свежая история, но, тем не менее, вот, я хотел услышать. Лет 15 назад. Услышать, да, то есть с тех пор произошли некие изменения, что сейчас... Если брать то, о чем вы говорите, там, Америка, Европа, там, и так далее, вы подразумеваете, по всей видимости, прокат без водителя. Ну, наверное. Да, 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 но обычно, когда вот такой вопрос, прокат без водителя. Нормальный, структурированный, совершенно адекватный рынок, много этим занимались, много доводили, там, была у нас ассоциация, доводили это до сведения, что в России, я говорю, это 15 лет назад было. Совершенно востребованная услуга. Сейчас люди спокойно берут автомобили, когда они сдают свой в ремонт. Например, да, вот, вот, очень хотелось услышать, причину, для чего я возьму здесь... Свой в ремонт, там, авария, значит, нужно съездить, у кого-то там нет машины, нужно съездить на дачу, и не нужно ему вот все время. Опять же, что еще может быть? Редко, редко у нас, но, в принципе, в других компаниях, опять же, приехали сюда, экскурсии, командировки какие-то. Ну, то есть, иностранцы или граждане других городов? Ну, иностранцы, именно туристы берут меньше, но иностранцы, которые находятся здесь в рабочей какой-то командировке, скажем, на месяц, да, они берут. Вот, то есть, совершенно адекватно востребованы, просто кажется, что там в Европе где-то, может быть, в каких-то там прочих, я не знаю, Египте, Турции, прочих курортных таких странах с развитым туристическим бизнесом, там основной контингент — это туристы. Здесь туристы — не основной контингент. — Ну, тем не менее, рынок, да, ты говоришь? — Вполне себе так, в общем-то. — Да, в общем-то есть. — В общем-то есть. — И слово «адекватно» меня очень заинтриговало, потому что, прежде всего, если мы говорим об адекватности, ну, опять, если я, может, не очень корректно, но сравню, возможность взять в аренду автомобиль, ну, где-то вот на курорте, да, в каком-то, в европейском, да, городе, я приехал, минимум документов, минимум времени, и, если позволишь, все-таки, я не очень ориентируюсь, сейчас ты меня сориентируешь. — Ошибаетесь. — Хорошо, я очень рад, что я ошибаюсь. Минимум времени, минимум документов и не такая большая сумма денег мне потребуется для того, чтобы взять в аренду автомобиль где-то за границей. — А здесь все иначе. — Личный пример. Греция. — Греция, так. — Греция. — То есть я сразу взяла, так сказать, страну, у которой финансовые проблемы, у которой кризис и так далее и тому подобное. — Ну уж. — Ну хорошо, хорошо. — Зато личный, проверенный. — Давай. — В Греции. — Когда ты была в Греции, кстати? — Лет пять назад. — Милая моя. — Давно. — Так вот, о документах. — Хорошо. — Значит, они просили с меня кредитную карту. Кредитной карты у меня не было. Я предлагала им сделать следующую вещь. Представляя, как работает этот бизнес, я предлагала им, ну, помимо того, что заплатить за аренду, оставить стоимость автомобиля, которую я брала в аренду в залог. — Да ты что? — Да. — Бог мой. — Они мне не дали его. — Это ты с такими деньгами ездишь на курорты? Или ты взяла там какую-нибудь так себе развалюшку? Ну ладно, хорошо. — Ну не так себе развалюшку, но, в общем, Феррари бы не стала брать. — Ну это понятно. — Жаб задушил. — Это нормально. — И они не пошли на это? — Они не дали. — Вот кредитная карта и всё. Жёстко кредитная карта. — Ну хорошо. — Жёстко условия. У нас сейчас на рынке ровно те же условия. Ровно те же. Мало того, значит, по кредитной карте очень многие страны берут залог, который на карточку возвращается, он замораживается на карте. И вернётся он вам дней через 30 обратно на карту. Раз. У нас это не все делают. У нас некоторые компании вообще не берут залог, когда отдают автомобиль в прокат. Так что в этом плане у нас вполне адекватно. — Хорошо. Они не берут деньги на карте в залог, а возьмут что-нибудь? Паспорт возьмут? Нет? Или что? Что-нибудь возьмут? — Нет. Ничего не возьмут. — Родственника возьмут? — Очень много компаний родственников в залог. Это хорошо. Я подумаю. Мне нравится этот фон. — Это была шутка. — Особенно молодого и симпатичного. — Это была шутка. Я снимаю это предложение. Хорошо. То есть ты утверждаешь. Еще раз повторю. Мне очень важно, потому что ты этим занимаешься. А у меня как минимум, ну и вот, кстати, есть вопросы уже по этому поводу, видимо, некая устаревшая информация о том, что этот рынок у нас не развит, он серьёзно отличается от аналогов за рубежом. — Сколько мы в Яндексе сейчас найдем прокат автомобилей? — Нет, сейчас не будем. — Больше двух миллионов страниц. — Серьёзно. В России именно. — Да там много будет. — Смотри. Мне не потребуется немного времени. — Нет. — Не потребуется много времени. — В зависимости от того, да, есть компании, которые работают там чуть медленнее, чуть быстрее. — Ну чуть это что, это на годы затянется это предложение, нет? — Ну хорошо, там полчаса это будет или час, да? — Нет, это не случайно. — Я вот про это. — Хорошо. Далее. Мне не потребуются какие-то специалисты. — Специальный набор документов. — Паспорт водительской доступности. — Да. — То есть меня должны идентифицировать прежде всего, что я такой-то, такой-то парень, там-то живу, да, записать. — И всё, я имею право, значит, водитель. — Это два. — И три. Я плачу за это бешеные деньги. — Это вопрос. — Не бешеные. — Не бешеные. — Здесь всегда сложно определить, для кого, что является бешеным. — Ну да, что бешеными деньгами. — Ну средняя какая-то цифра назови, что вот я... — Тысяча двести, полторы тысячи рублей в сутки. — В сутки. — Тысяча двести, полторы тысячи. То есть это порядка там... — При этом. — Пятидесят долларов. — Да. Это, как правило, стоимость при аренде от одних суток до трёх суток. — Ага. То есть это самый такой дорогой вариант, да? — Да. Дальше снижается стоимость. То есть она может в итоге при постоянном контракте дойти там до тысячи, до девятьсот рублей, в зависимости от того, какая политика у компании. По-моему, вполне так себе адекватная. — Ну, по крайней мере, всё, что ты сейчас рассказал, мне кажется, тоже, да, не таким уж из ряда вон. — Ну, хотя я не могу, значит, прокомментировать вот эту цифру, да, в тысячу двести, тысячи пятьсот, просто не с чем сравнить. — Это, как правило, это Део, это Форд Фокус. — Ну, то есть это такой эконом-класс. — Эконом-класс, да. Мы не берём там дальше, да, там Мерседесы и прочие какие-то. — А сильно отличается бизнес-класс от эконома? Ну, по ценам, по крайней мере. Вот полторы тысячи я взял, что там, Форд. — Ну, скажем, две, там, две сто, две с половиной, в зависимости от того, какая машина, состояние. Опять же, там, какая страховка с франшизой, без франшизы. То есть есть тонкости, которые закладываются в эту стоимость. Если вы хотите взять машину и не заплатить ни за какую царапину на ней, да, то там будет полная страховка. Соответственно, стоимость этой страховки частично войдёт, ну, в общем, и так далее. За границей, когда люди берут, проверяло, ну, само интересно, проверяло, когда берут в аренду, особенно если это стоимость в каких-то туристических странах, это в среднем 30 евро в сутки, трижды четыре, та же тысяча двести, они ставят франшизу, причём франшизу достаточно большую. Что значит франшиза, да? Они ставят 400-500 евро франшизу. Это значит, что, причём она условная-безусловная, сейчас скажу, переведу, в общем, на русский язык, не помню в терминах. Значит, если вы попадаете в аварию и ущерб составляет до 500 долларов, то вы его покрываете сами. Вот этой самой франшизой, да, что это называется? Нет. А, сами имеете... Сами собственными средствами. То есть это не страховой случай уже, да, что называется? Если этот ущерб, а, это безусловное получается, если этот ущерб более 500 долларов, то 500 долларов платите вы, а всё остальное платит страховая компания. Вы же понимаете, да, какая должна быть авария и какова её вероятность. То есть всё не так просто. И когда даже писали мы там всякие статьи, когда вы за границей берёте, вы смотрите, что в страховочке написано. Смотрите, ну, на самом деле, смотреть, что в страховочке написано. Это к тому, что у нас вот тут плохо, а у них там хорошо. Нет, подожди, подожди, подожди. Я вопрос так не ставил, что у нас всё плохо, что у нас всё хорошо. Просто мы сравниваем, правильно? Ну, очень часто, кстати, вот такое... Я вообще патриот всегда это громко говорил. Я очень хочу, чтобы у нас было гораздо лучше, чем там. Но, к сожалению, мы вот во многих вещах сейчас догоняем. Причём не потому, что мы плохие, а там хорошо, а потому, что мы начали этим позже заниматься. Даже вот этот наш с тобой обсуждаемый сегодня рынок, он имеет перспективы роста, там, да, двухзначных цифр. Почему? Потому что с нуля начинали практически, правильно? И он ещё вот... Ох, не с нуля, начал ещё Хрущёв. О, вот это мы сейчас об этом поговорим. Но у нас есть звонок, давай послушаем вопрос или пожелание. Роман, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, здравствуйте. Хотел сказать по поводу реальных цен. Я в Италии, Австрии очень часто туда езжу. Так, вот это будет интересно. Очень часто туда езжу и постоянно беру машины. Вот, соответственно, стоимость машины в Италии от 20-22 евро до 30 евро за сутки. Ну, вне сезон бывает 18. Стоимость в Австрии, в Вене в частности, мы берём там от 18 евро и до 25-27. Но при этом, как бы, в Австрии машины всегда лучшие. Там очень часто, ну, чаще попадается дизель. Вот. И, в общем, мы приезжаем где-то за неделю в районе 2000 километров. Опять-таки, такая практика, что стоимость машины за неделю примерно совпадает с стоимостью бензина. Поэтому, в общем, лучше брать машину более дорогую. Ну, то есть, если предполагается много ездить, ну, в общем, дизель. Вот. Что, как это франшиза, да, конечно же, такая вещь есть. То есть, в среднем, вот, по нашей практике, получается, либо вообще без франшизы, либо франшиза составляет, ну, вот максимум того, что я видел, это 200 евро. Дальше. Что касается суммы, которая блокируется на карту и когда она возвращается. Значит, последний раз мы брали в какой-то локальной итальянской компании. Ну, то есть, там, ни Херц, ни Европкар, ну, то есть, такие неизвестные. Она называется Локалавта, она чисто итальянская. И у нас там заблокировали очень большую сумму, ну, вот, потому что обычно блокируют где-то евро 600, там, ну, 400-600. В этот раз заблокировали 900. Обычно, вот, компании такие вот возвращают даже день в день. То есть, если у вас, получается, приехать и сдать машину, показать, что полный банк, ее сразу осмотрят, да, то деньги на карту возвращаются в этот же день. Ну, во всяком случае, в Европкаре и в Херц. А Локалавта нам вернул деньги через, получается, полторы недели, как вот мы там были. 19 числа мы оттуда уехали. Соответственно, вот, неделю назад они написали, ну, неделю-три дня назад они написали письмо о том, что эти деньги перечислили, и, в общем, по выписке это тоже виза. Ну, вот. Спасибо, спасибо, Роман, за ваше мнение. Сейчас мы новости послушаем, а потом мы услышим комментарии, да, Марины? Ну, что, друзья, продолжаем наш эфир. Собственно, активность слушателей. Рома только что позвонил, поделился собственным наблюдением, как в Европе он арендовал автомобили. И, собственно, мы вот имеем возможность, теперь с первых рук, что называется, на некую сравнительную характеристику, сравнительный анализ провести такой. Вот максимум 30 евро в сутки. Ну, Марина тут сразу же, значит, как она называется, в позу защиты, да, сразу в позу защиты встала. Она говорит, я то же самое примерно говорила. Ну, действительно, если 30 евро, условно, там, на 40 рублей, 1200 рублей те же самые получаются, да, в принципе-то. Ну, сезон, понятно, что когда сезон, многие вещи гораздо дешевле, это нормально, потому что есть... Наоборот, вне сезона. Вне сезона, да, сори, сори, да. Значит, дальше о франшизе. 200 евро упомянул Роман, ты говорила о 500 долларов, ну, примерно можно... По-разному, в зависимости от страны, от компании, вот где-то у него взяли 200, где-то 600, где-то 900, где-то вот это вот. Ну, другими словами, тем не менее, да, если мы говорим в целом, вот, не вдаваясь в детали, то вот принципиального отличия, да, условий взять в аренду без водителя здесь и взять в аренду без водителя там... Принципиальных нет. Отличий нет. Я, единственное, не успел спросить Романа, на каком классе автомобилей они передвигались, да, если... Ну, это, скорее всего, эконом, судя по стоимости, да. Ну, что ж, это отрадно. Это уже отрадно. Есть еще один вопрос, давай сразу мы попытаемся на него ответить. Игорь интересуется, хотя мы, наверное, уже многие из этих вещей обсудили. Игорь интересуется, да, в том, на каких условиях, значит, сдается автомобиль частному лицу, как это оформляется, срок, расценки и так далее, и тому подобное, в принципе. Причем по вопросу, по вопросу, я сразу поняла то, о чем я забыла сказать. Так, давай. Такая российская особенность проката без водителя. Браво, извини, пожалуйста, я сразу же хочу сделать акцент. Практически в каждой передаче, да, программы у нас ежедневные, да, каждой передаче, какую бы тему мы ни обсуждали, обязательно одна из нюансов этого обсуждения. А есть ли российские особенности ведения бизнеса или, наоборот, существования? У нас талантливейшие люди, они же вывернут так все. Давай, давай, похвались талантами. Значит, водитель берет машину в прокат и идет, устраивается как раз вот в ту диспетчерскую компанию, которая ему дает заказы, и он на этой машине таксует. Браво. Вот. Браво. Вот, тут целая такая цепочка. И дальше, в зависимости, там есть масса всяких условий, компании там, или, например, под выкуп дают, если он ее арендует, там, год привозят определенный. Причем здесь есть особенности. Если придет человек, возьмет машину для личных целей, заплатит там сразу за три дня, за неделю, понятно, все как у всех в Европе, там, в Азии, я не знаю, везде. То здесь есть особенности. Так как человек берет в такси машину, эту денег у него нету. И он каждые сутки привозит план. И расплачивается. И расплачивается. Браво. Да. Так подожди, я не понял, это официально все делается? Да, он официально берет в аренду. Я-то подумал, что он хитрец такой. Ты мне сказала, Витя. Он хитрец такой. Да, да, да. Потому что, сейчас объясню почему. Значит, при вот этих вот такси, все прокатные компании, давно уже это поняли, задают вопрос, с какой целью вы берете автомобиль. То есть они подразумевают, да? Да, они подразумевают, они об этом знают. Есть компании, которые специально создались под это. И они под такси и дают в аренду машину, а человеком просто привозят суточно план, и они знают, что он таксует на этой машине. Интересно. А есть люди, которые берут машину, но не сообщают о том, что таксует. Почему чисто прокатные компании под такси давать не любят? Там совершенно другие пробеги, там другой износ, там другие риски. Потому что водитель, как правило, который таксует на этой машине, он ездит на ней не менее 12 часов в сутки. Постоянно. То есть риск аварии возрастает. Причем возрастает риск серьезных аварий, соответственно, там простой и так далее. Поэтому компании либо увеличивают стоимость на такую аренду, либо вообще отказывают. Но есть специальное под это. И при этом вот забавно, да, ты сказала о том, что подобных технологий, подобных историй за рубежом мы не увидим. Я не видела нигде. Я нигде не видела. Не знаю, может быть, кто-то из радиослушателей где-то видел еще такое чудо. Но закон такси в разных странах разный. Только у нас может первый попавшийся пойти взять машину. К вопросу о документах это оформляется, как правило, договор прокатный, стандартный. Не важно для каких целей, да, просто договор проката. Не важно, да. Договор проката, это паспорт, это водительское удостоверение. И, собственно, все. И все. И все. Вот, в зависимости от того, да, если человек приходит брать машину в прокат в той фирме, которая дает именно, они специализируются под то, чтобы отдавать машину вот под это вот такси, то там будет, скорее всего, договор с более жестко прописанными условиями по поводу возврата денег, ну и прочих вот этих вот вещей. Ну, что же, с отрадой приходится признать, что, да, российский, российский менталитет позволяет вот такие... Ага, нашу энергию, да, в мирных целях. Ну, слава богу, эта цель-то достаточно мирная, более того, благородная, тем более, что... Спорный вопрос. Ну, ладно, мы не будем спорить, я просто возвращаюсь к тому, что были в этой студии, да, твои коллеги, которые занимаются непосредственно таксомоторным бизнесом, вот. И в этом случае мы говорим, что, наверное, это было бы на благо, да, на благо истории. Я вот в этот список, если позволишь, добавлю. То есть список у меня есть, по какой причине, да, человек обращается за арендой автомобиля, вот то, все, о чем ты уже говорила, да, значит, сдал в ремонт, перемещаться надо, или в выходные дни куда-то надо поехать, автомобиля, собственно, нет, обратился. Для служебных целей, ну, в данном случае, может, наверное, вот это вот тоже к служебным целям отнести в какой-то степени, да, вот. А еще у меня есть вот такое предложение, что иногда обращаются в компанию, которая сдает в аренду автомобиль для того, чтобы познакомиться с автомобилем, потому что я хочу купить, допустим, тот же самый... Минимальное. Минимальное. Минимальное, потому что практически сейчас все предоставляют тест-драйв. А вот я еще одну причину вспомнила. Давай, давай, давай. По-русски говоря, понты. Ах ты. Это рынок дорогих автомобилей, представляете? Ну, это лимузин уже, это уже лимузин. Нет, не обязательно. Нет, без водителя. А. Красивый парень на красивой машине, к девушке на свидание. Нет, ну, это может плохо закончиться. Ну. Потому что сегодня я красивый и на красивой машине, а завтра она где-нибудь в метро в переходе меня вдруг увидит. Ну, это уж, знаете ли. Это риски. Да. Такие, да? Риски репутационные. Кстати, а в этом случае мы говорим о возможности снять дорогой автомобиль. Вот какого уровня этот автомобиль? Тот же самый Bentley, Ferrari, что там, Lamborghini и все скромнее гораздо. Сейчас не отслеживала, честно, последние там, ну, я не знаю, год-два. Но периодически на рынке появлялись компании с дорогими. С Ferrari, с Maybach, вплоть до таких автомобилей. То есть, парк 5-10 очень хороших автомобилей. Но они с рынка исчезали моментально, буквально полгода-год. Как правило, это... То есть, это не очень популярно, не очень востребовано? Это нерентабельно, раз. Это у человека не основной бизнес. Как правило, ну, мне интересно, да, мне же экономику понять, вот, пощупать. Как правило, не основной бизнес это вложение либо, там, папы в бизнес сына, да, сын попробовал плохо. Не пошло, да. Да, и он либо уходит вообще с рынка, либо переходит, ну, в адекватную, вообще, ценовую категорию нормальных, там, эконом-бизнес-класса. В конце концов, тот же VIP, когда это, там, те же Mercedes и BMW. Можно взять Mercedes, BMW, можно взять Jeep приличный. Опять же, в том же Hertz, Avis, другое дело. Ну, там более жесткие условия, безусловно. Чем дороже машина, тем более жесткий отбор. Да, могут попросить, там, золотую визу, могут попросить какую-то, там... Залог могут попросить, наверное. Залог тут даже не обсуждается, в принципе. То есть, он 100% там присутствует. Ну, не 100% стоимости машины, но присутствует 100%. С вероятностью, да, 100% обязательно будет залог, да. Ну, это логично, по крайней мере. Замечательно, замечательно, Марина, смотри. Давай теперь посмотрим на всю эту историю с другой стороны, с точки зрения потребителя. Вот я, намереваясь снять автомобиль, ну, так получается, что все-таки автомобиль без водителя, да, вот, наиболее, ну, как минимум, обсуждаемая история. Автомобиль без водителя. Ну, у нас обычно такси обсуждаемая история. Все на эту тему дискутируют. Вот аренда сводить, ну, это там прям, да. Хорошо, мы, видишь, сегодня... Просто не застали. Хорошо. Вот. Ну, берем прокат. Хочет взять и... И какую, собственно, в какую компанию, или, точнее, по каким критериям я отберу ту компанию, к которой я в конечном итоге обращусь. Ведь их, наверняка, не один десяток на российском рынке, и они составляют друг другу конкуренцию. А, но не одна сотня. Не одна сотня даже, вот так вот. И они составляют друг другу конкуренцию, и, наверняка, они, так сказать, борются как-то за потребителя. Как правило, два варианта будет. Давай. Известные бренды. Так. Херц, Авис, кто там? Ну, можно их не называть, но у нас есть уже... Известные мировые бренды, вот эти вот сетевые. Это первое же, что приходит человеку на ум. Он понимает. Здесь логика та же самая, что я обращаюсь за продуктами, или, там, за электроникой, куда угодно. Совершенно верно. Я все время на слуху что-то. Тот, кто, да, на слуху пошел туда, если новое, совсем незнакомое, вот пошел туда, и человек понимает, что он заплатит, в общем, дорого. Больше, больше, да. У кого вопрос ценовой категории, они вводят компанию и просто отбирают по цене. Все. Дальше, когда человеку уже надо что-то этакое, чего ни у кого нет, но тут вопрос цены уже не стоит. Вопрос найдет, не найдет. Ну да, дополнительный опыт. А так, вопрос цены. Вопрос цены. Я понял, я понял. Тогда вернемся к разговору о бизнесе и, наверное, тоже, согласишься, нет ли, наверное, тоже, как и во многих сферах бизнеса, это вопрос актуальный, касаемый кадров. Кадров. Вот, непосредственно. Вот ты сейчас, да, глаза захотила. Я так понял, что я просто зря затеял эту тему сейчас. Нет, ну почему же? Давай поговорим о чем-нибудь приятном. Ну, к сожалению, Марин, да, наверное, это приходится именно так называть, к сожалению. Прочитала тут замечательную фразу. Как раз вот об этом как раз у меня ассоциация сразу. Я знаю, что делать, но не знаю, куда потом девать тело. Вау. Это жестко. Это жестко. Я считаю, что прокат без водителя бизнес более спокойный, более удобный, да, более легкий и простой в силу того, что там водитель отсутствует в принципе. То есть там к минимуму сводится человеческий фактор, ведь в этом основная проблема. Да, там менеджеры, которые более адекватны, там может быть один-два водителя, которые отгоняют машины, один-два водителя, это, как правило, нормальные, вменяемые люди, все окей. А вот дальше? А вот дальше. Дальше страшно. Дальше начинается, да, страшно. Вот буквально позавчера встретила знакомого, у которого тоже были, но у него фуры, правда, были. Я говорю, ну что, избавился от фуры, они все закрыли, все пропили. Он говорит, слава тебе, Господи, как страшный сон. Я говорю, прикинь, как я 20 лет живу. Это самый страшный фактор, который есть. Этот фактор ломает все. Он ломает все твои построенные схемы, все твои там исследования, планы. Он ломает все. Этот фактор, совершенно авторитетно заявляю, считала, высчитывала, этот фактор изменить нельзя. Значит, в каждой компании не менее, опрос даже делала, не менее 40% водительского состава, который руководитель готов сменить завтра же, если бы у него была замена. Из 100% водительского состава 70% уходят регулярно в запой. Запой длится от 1-2 дней до недели 2. Ужас какой, боже мой. Этот фактор изменить нельзя. Пыталась. Я что только не делала. Извини, пожалуйста, я, наверное, сейчас покажу тебя наивным каким-то, да, наивным. Но, тем не менее, вот это вот слово запой, оно мне ассоциируется, пока мы сейчас уже, с какими-то достаточно давними временами Советского Союза, когда можно было позволить себе уйти в запой, зная, что все-таки, да, как бы ты ни было, ты 5-го, 20-го получишь зарплату и на похмелиться тебе хватит. Сейчас мы уже в рыночных условиях, и все прекрасно понимают, да, если ты не работаешь, значит, ты можешь и не покушать. Значит, самое страшное время для транспортников – это декабрь. Потому что… Самое хлебное я хотел бы… В районе 25-го декабря часть водительского состава увольняется. В промежуток… Извини, пожалуйста, да, уже затихло. Я вам расскажу все ужасы после рекламы. Это замечательно, давайте послушаем новости. После новостей, да, рекламы. Итак, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Так случилось, что драматическая часть выстроилась так сценарно. Боль моя! Да, сейчас Марина будет рассказывать о своей боли. Я, кстати, еще раз напомню, сегодня в гостях Марина Бушуева, основатель совладельца транспорта компании «Скарлетт». Обсуждаемый российский рынок автоаренды. Ну, Марин, я сразу же тебя всячески… Тебе всячески сочувствую и жалею тебя, но тем не менее… Спасибо, Валер. Расскажи об этой боли нашим слушателям, чтобы они знали, по крайней мере, что происходит. Да, если они соберутся открыть транспортную компанию, чтобы знали. На что прежде всего? Не надо открывать ее в декабре. Вот так. Так, и что же происходит в декабре? 25 декабря в ожидании новогодних праздников все начинают увольняться. Они начинают пить. Значит, те, кто пьет меньше всех, начинают устраиваться на работу где-то после 15-20 января. А, то есть, в принципе, они к этому времени пришли в себя уже. Это не те, кто не пьет. Это те, кто меньше пьет. Вторая партия тоже маленькая такая. После 23 февраля. Те пьют с 25 декабря где-то по 25 февраля. Но смотрите, Новый год, а их у нас там много. Дальше 23 февраля, дальше 8 марта, а там уже майские праздники. Самая большая волна, приток водительских кадров после майских праздников. Где-то 2-3 денька вот проходят. Открываешь трудовую книжку, а там 25 декабря. Говорю, родной, ты мне расскажи, откуда у тебя столько здоровья, а? И на что ты все это время жил бы? Он говорит, а что, напиться много денег не надо? Это да. И это говорит каждый второй, вот из таких, которые 25 декабря. Беда. Это раз. Беда. А второе, я давно, в общем-то, эту ситуацию отслеживаю. Мне интересно, у меня, в общем-то, психологическое еще и образование. Мне вот интересно с человеческой стороны. Значит, во всем мире практически коренное население не задействовано в сфере такси. И мы приходим к тому же. Несмотря на то, что некоторые клиенты у нас, например, жалуются, говорят, уберите не русских, не уберу. Слава тебе, Господи. То есть ты как работодатель говоришь, не уберу. Да. Почему? Слава тебе, Господи. Они научились делать российские, московские, подмосковные прописки, разрешения на работу. У меня теперь вообще проблем нет. Не, ну хорошо, я понимаю, они научились, и это, наверное, тоже... Они не пьют. Они не пьют. Они не пьют. Они работают. И это, конечно, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Там вполне, вполне-таки себе адекватные, образованные. Единственное, что нам проще. У нас в некотором месте есть маршруты, они ездят по одному этажу. Москву не все знают. Вот я об этом и хотел спросить. Все замечательно. Но потом, когда этот самый таксист, да, полтора часа... Навигаторы. 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 С ними надо уметь обращаться с навигаторами. Обучаются они быстро, им кушать хочется, поэтому голод не тетка. Они, поскольку не пьют, они кушают, потому что тот, кто пьет, он не кушает. Он закусывает. Согласен. Есть еще один вопрос, давай у нас немного времени. Какой срок службы автомобилей, если вы сдаете в аренду такси? Какой срок службы автомобилей? Я поняла вопрос, я поняла вопрос. Как правило, компании стараются через три года менять парк, кто не имеет такой возможности, при хорошем, при наличии своего автосервиса, автомобиль в состоянии и 5-6 лет проходить под такси, если правильно подобрана марка. А он новый был, когда он начал? Да. То есть, если он куплен новый, в идеале через три года поменять, чтобы парк был как с иголочкой. Не всегда экономически, к сожалению, получаются вот эти вот кризисы какие-то и прочие вещи. Вот. 5 лет при хорошем обслуживании, при собственном автосервисе, при правильно выбранной марке. Не буду уже рекламировать, но есть неубиваемые марки автомобилей, которые не в состоянии убить даже наши талантливые водители. Ну, помимо таланта водителя, чтобы убить автомобиль, многие у нас отличаются. Это и дорожники, и дорожные службы, например. Они тоже к этому прикладывают руки. Не, ну, сцепление пожечь там, я не знаю, масло не глянуть вовремя уж. Ну, это... Не-не, ну, тут много специалистов. Главная задача-то какая? Убить автомобиль. Боже мой, тут сразу сколько желающих это сделать. Да, у нас кругом. Со всех сторон практически. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, давай тогда двигаться дальше. И этой темой вы тоже касались вскользь сегодня. Мне показалось даже, тоже в твоей интонации есть некие нотки разочарования. Что в этом смысле... Как, точнее, в этом смысле государственное регулирование, да? Какие, собственно, приложения государства к бизнесу и автоаренды, и бизнесу, может быть, таксомоторных? Ну, только не пытались, ничего у них не получилось. У кого? У государства. Почему же так? Значит, с точки зрения того, как мне живется, да, как транспортной компании с государством. Собственно, особо никаких безумных требований. Даже если есть какие-то там... Да. Один сказал это, другой противоположный, оно выполнимо, как правило, не вопрос. Единственное, что не смогли сделать, это большая проблема, убрать частников с рынка. Пытались, занимались, обсуждали это, не смогли убрать. И вот эта вот колоссальная проблема, это конкуренция, это снижение цены. Ну, это даже не конкуренция, точнее, нездоровая конкуренция. Нездоровая конкуренция, серьезный демпинг. Серьезный демпинг приводит к тому, что компании всячески изощряются, чтобы дать дешевую стоимость. Это к вопросу, поменять машину через три года или через пять. Да, да, согласен там быть. Ну, так, тем не менее, вот эта проблема, проблема частника, да, как правильно ее звучит, она кем должна решаться? Правительством. Правительством. Однозначно. А есть, может, некие ассоциации, так сказать, внутри бизнеса, которые... Собирались, расходились, и так пытались. И сейчас не до чего. В итоге результата нету. Пытались, начали, очень активно, это стало заметно на дорогах. Ну, видны такие вещи, пошли сюжеты. Отлично, я порадовалась, занялись. Но потом запал куда-то делся, все пропало, все вернулось на круги своя. И тогда вы что сделали? Вы ждете, что вам сверху, да? Ну, я, собственно, 20 лет так живу, ну и что, ну еще... Ну, ты уже привыкла. Я привыкла, то есть для меня вот эти все требования, ну и требования, ничего такого эксклюзивного с меня не просят. Но если бы еще убрали с рынка, ух, было бы мне счастье, да? Если уж совсем помечтать, да, то налогообложение на автомобиль не как на имущество, а как на средство производства. Потому что у меня автомобиль получается имуществом, я плачу на него налог, а он у меня не имущество. И тем более, да, не какое-то там дорогостоящее имущество, это средство производства. Это раз. А разница большая в налогообложении, как на средства производства и, соответственно, как на имущество? В цифрах не скажу, но есть. Ну, существенно, тем не менее, да, ты это... И вторая вещь, которая, ну так, помечтать, да, во многих странах есть некие правительственные программы, позволяющие купить под такси автомобили дешевле. Отсюда в Европе Мерседеса под такси на дорогах новые. Да, да, да. Это бросается в глаза. Здесь ни одна компания под такси, именно под такси, не в состоянии купить Мерседеса. Просто не в состоянии. Они там новые. Завидно? Завидно не то слово. А, кстати, ты завидуешь, и нет ли мыслей таких, я бы сказал, будоражащих грудь, бросить здесь все и податься куда-нибудь? Да ни за что. Нет? Ни за что. Это почему? Потому что ты патриот. А мне здесь хорошо. Мне здесь хорошо. Здесь нет нового Мерседеса, ты же только что об этом сказал. Нет, у меня есть. Здесь водители пьют через раз. Я пиночку, у меня есть. А, у меня есть. Это замечательно. Так. В оставшиеся несколько минут я хотел бы от тебя услышать. Ну, позитив, наверняка ты человек позитив. Абсолютно. Улыбаешься, да, очаровательная улыбка. Марин, скажи, пожалуйста, как ты видишь развитие этого сектора бизнеса, этого сектора, сегмента экономики, если бы так сказать? Ну, ничего особо не поменяется, на мой взгляд. Емкость рынка плюс-минус останется. Та же игроки так или иначе будут меняться. Маленькие компании открываются, уходят с рынка. То есть, в принципе, единственное, что тенденция к техническому оснащению. Более появились там интересные программы, вот с этим с Android связанные. Ну, возможно, там лет через 25 мы придем к такси без водителя. Такой автомобиль уже испытан. Без водителя в принципе без водителя, да? В принципе, уже выпустили. На автопилоте, что ли? Уже выпустили. Это просто, это просто сон какой-то, эта сказка. Нет, а как это выглядит? Он что, по рельсам ездит? Он ездит по маршруту, на нем стоят датчики, в Штатах, Павел, испытывали. Я читала и улюбовалась, говорит, давайте у нас испытаем, мы готовы под это подписаться, мы сами будем испытывать. У него стоят датчики, он двигается сам со светофора, он перестраивается. Но пока они проводят тесты с водителем в салоне, но в принципе автомобиль управляется сам. Страшное дело, я представил просто, где мы пустим, пустим, где, по какой дороге-то. Страшное дело, если бы вы знали, кто там сидит внутри. Особенно вот так называемое народное название джихад такси. Понятно. Вот это страшное дело. Это да, это совсем не такси, видимо. То есть ты, другими словами, смотришь на рынок позитивно. Абсолютно позитивно. Вот это вот, смотри, вот эта перспектива, условно говоря, расширения на двухзначную цифру, она сохранится еще какое-то время? Ну, именно по той причине, что рынок не насыщен, я так понимаю. На двухзначную не сохранится. Не сохранится, да? Нет, я не думаю. Опять же, вот эти вот все перетурбации. Рынок, тут нету там основных игроков, на которых можно опираться. Нету. Нету. И вряд ли до тех пор, пока не изменится что-то принципиально в законодательстве, рынок будет несколько прозрачный. Нет, будет. Я думаю, что в ближайшие лет пять будет примерно так же. Вообще не пугает. Надо двигаться вровень с техническим прогрессом, будем двигаться. Как работали, так и будем работать. Ну, ибо кто умеет работать, он может работать и зарабатывать в любых условиях. Да, поэтому здесь я с тобой согласен, но в любом случае, именно тот, кто умеет работать, да, и заслуживает, чтобы условия менялись каким-то образом и шли ему навстречу. Мы по большому счету переживем. Пьяный водитель трезвый, пьяного выгоним, трезвого возьмем, пока этот в запое мы его заменим, мы все равно вывернемся. Вот так вот, друзья мои, вот так вот. Все это говорит очаровательная девочка Марина Бушуева. Кстати, я еще раз напомню, ее транспортная компания называется «Скарлетт», и этом есть все-таки сермяжная правда жизни. Потому что, как известно, эта замечательная героиня, да, известного литературного произведения, она и запомнилась подавляющему большинству тех, кто читал и смотрел постановки, да, по мотивам. Лесопилку она подняла, между прочим, тоже мужской. Во-во-во, она запомнилась своим мужским стержнем, я сказал, таким вот просто железным, да, железной волей, железной решимостью, ну и главное, что она была готова на поступки, да, которые меняют. Или что женская, тем не менее, нам не нужно. Безусловно, вот это самое главное. Как это все, как это все объединяется, я все время удивляюсь, Марин. Марин, огромное спасибо тебе, друзья мои, я буду закругляться потихонечку. Еще раз представлю, сегодня в студии Марина Бушуева, основатель, владелица транспортной компании Scarlett. Мы обсуждали рынок автоаренды, есть такой, как оказалось, более того, достаточно жив он, хорошо себя чувствует и даже, со слов Марины, будет развиваться, да, то есть перспективы у него вполне осязаемые. Уважаемые слушатели, я вас благодарю за внимание, хочу напомнить, что бизнес-канал продолжается, это была его первая часть под названием «Бизнес-класс», через буквально 5-10 минут мы с вами вновь услышимся в программе «Сухой остаток». Спасибо за внимание, успехов в бизнесе. Спасибо. Спасибо.